Приветствую вас! Я думаю, что для того, чтобы определить, что делать и как быть, вам необходимо подробнее раскрыть свое понимание любовных отношений. Любовные отношения это вообще что такое? Это секс? Или это все-таки еще и что-то духовное? На мой взгляд, с этим нужно определиться. Дальше. Вы пишите, 4 года для отношения были ссоры и невзгоды. Из-за чего были ссоры и понимаете ли вы свою личную ответственность за эти самые ссоры? Как проходило у вас примирение? Сделались ли какие-то выводы в результате примирения? Приходили ли вы к каким-то решениям или ссоры повторялись снова и снова? При втором варианте, если ссоры повторяются снова и снова, то можно говорить о вторичной выгоде этих самых ссор. Дальше. Четвертое, двенадцатое все перевернулось. В этот день у девочки было собрание, она на него пошла. Время с девяти до шестнадцатого. На протяжении времени, на протяжении этого времени на звонки сбрасывала постоянно, ни разу не ответила. Свободное время у нее было, у нее не было ответа. А зачем вы звонили? В тот день звонили без толку. А для чего? Зачем? С какой целью? Когда собрание написал я, я за тебя звоню, а ты даже не ответишь, перемены есть у тебя, ты со всеми сидишь и общаешься, а вспомнить обо мне не надо. Ты? Вот, на каком основании вы написали такое сообщение, Павел? То есть, какова была ваша цель? То есть, лично, лично мне, лично мне, не совсем есть мотивы. Девушка, пацан, в собрании вы сегодня пишете с такой целью. Далее, вы говорите, общаясь со всеми, обо мне не вспоминаешь. То есть, это жертвенная позиция, это требовательная позиция, это требовательная позиция. Внимание, после вы ее обзываете. Ну, я не очень понимаю смысл. Ответа не было. А какой должен был быть ответ на это? Потом было написано всего хорошего, и после этого добавлено в черные списки. Ни ответа, ни привет. Опять, а какой должен был быть ответ, Павел? Какой должен был быть привет? В этот же день, жду ее возле дома, после ее собрания. Для чего? Увидела меня, начала бежать от меня, я жду возле дома. Позже приходит с мамой, мама начинает на меня налетать, мол, я угрожаю и так далее. Это правда? Где вы угрожаете? Сегодня я 6-го, 12-го, 16-го встретил ее, она начала орать, не трогай меня и прочее. Но заметил на ее руке кольцо, ее сняла все это время, я спросил, она сняла и швырнулась. Небонятно, что произошло. Люди, как обычно, начали лезть и не поговорили мы. Она сразу звонит маме, так всегда против меня, она оставит ее против меня, у них в семье матриархат. Матриархат, так если у них в семье матриархат, Павел, Павел, то вы-то сами как относитесь к нему, к матриархатам? То есть вы-то сами как, вы принимаете тот факт, что девочка живет в матриархате, в условиях матриархата, вы это принимаете сами или нет? Потому что, если вы выбираете девушку, если вы хотите иметь с ней любовные отношения, то вам необходимо полностью ее принять, в том числе принять ее ценности и принять ее ради ее матриарх. Раз уж она так, а с ней взаимодействует. Здесь у меня такое ощущение, что вы этого не делаете, что вы этого не принимаете, что вы не принимаете ее. Дальше, да, что сказала вызвать полицию, девочка конечно же вызвала, что делать, как быть хорошим, нормально, с ней иметь любовные отношения. Ну и для этого вам как минимум нужно разнообразно в себе, почему вы пишете такие сообщения, почему вы как будто бы ревнуете ее к другим, да, почему вы пишете ей и звоните ей целый день, когда она на собрании. То есть вот с какой целью. Вот. И так далее. Тогда очевидно, что это не причина. То есть вы пишете, что 4-го числа все перевернулось, очевидно, что нет. Дело не в этом дне, а дело в том, что еще раньше, видимо у нее копилось-копилось-копилось недовольство, что ведь 4 года мама ее была против вас, но она все-таки была с вами начать о чем-то говорить. Вот. И 4-го числа, видимо, просто ее недовольство до столько достигло катетической точки. То есть я призываю вас посмотреть на проблему глубже. Я призываю вас посмотреть на проблему глубже в прошлое. Вот. И, соответственно, если вы хотите иметь с ней любовные отношения, кстати, вы не сказали, что вы любите ее. Вот. Как они сказали, что она любит вас. То, я думаю, что как минимум нужно изменить свое поведение, сделать его более приемлемым для девушки. И уж точно не обзываться. Как вы это делали по СМС. И поработать со своими ожиданиями. То есть чего вы ожидаете там, например, от той же девушки, допустим, чего вы ожидаете там с нее от отношений и так далее. То есть, понимаете, ваша цель, я хочу иметь с ней любовные отношения, это больше звучит эгоистично. То есть вы хотите иметь любовные отношения с ней для себя. Не похоже, чтобы вы ориентированы были на нее. А что нужно ей? Чего хочет она? Вот. Вот об этом постарайтесь подумать. Это важно. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.